Добрый день уважаемые зрители в 14 часов 15 минут по московскому времени начинаем наш обзор наш семинар точнее наши дискуссия по валютному рынку а именно валютный рынок форекс в вопросах и ответах если вы меня видите и слышите пожалуйста ставьте свои плюсики в чате еще один раз хочу вас попросить уважаемые зрители спасибо за ваш плюсик масляков павел понимаю что все нормально с трансляцией то есть на этой неделе мы тоже будем показывать а этот обзор этот семинар именно валютный рынок форекс вопросах и ответах давайте вспомним просто мы оказывается что пропустили только предыдущую неделю давайте вспомним и посмотрим сначала какие индикаторы были опубликованы пока подключатся еще зрители к нашему семинару к нашей дискуссии и потом вспомним все идеи которые вы нам отправляли на прошлой неделе точнее на позапрошлой неделе сегодня практически были опубликованы индикаторы по австралии рано утром инфляция выросла на 2,6 процента на 0,2 в месячном индекс товарных цен тоже снизился оказывается я хотел сказать индекс числа вакансий от айзи вырос тоже на 0,3 процента и конечно розничные продажи выросли на 0,6 процента по европе были опубликованы индикаторы сегодня после обеда индикатор уверенности от инвесторов centex вырос всего лишь до уровня 2,7 за август видно что он намного ниже чем был практически месяц назад индекс цен производителей в годовом выражении снижается на 0,8 процентов тот же самый индикатор за месяц июнь вырос на 0,1 процента то есть немножечко лучше эти индикаторы чем ожидалось конечно они сильно не могут повлиять на валютный рынок по моему мнению вечером публикуется еще индекс нью-йоркского асэма и практически еще размещение трехмесячных и шестимесячных векселей других важных индикаторов нет завтра как мы увидели есть индекс активности сей рослук торговый баланс по австралии несколько важных индикаторов по китаю соответственно и решение резервного банка австралии то есть будет достаточно интересно завтра для австралийского доллара давайте сейчас мы просто вспомним какие идеи вы отправляли и до этого которое я получил на свой почтовый ящик значит так одну секундочку помню что одну идею отправляли здесь по фунту давайте вспомним вот эту идею которую нам отправлял когда-то денис латыпов если денис латыпов сейчас нас смотрит если он в чате пожалуйста денис ставьте свой плюсик в чате чтобы мы снова рассмотрели вашу идею которую вы практически отправили два месяца назад жду вашей реакции если денис латыпов здесь это было по паре фунт доллар вот как выглядела идея давайте мы сейчас посмотрим именно на эту пару даже не нужно ее добавить если денис латыпов здесь пожалуйста ставьте свой плюсик это ваша идея пара фунт доллар вот как выглядит график этой пары практически я сейчас открою именно как было у вас увеличиваю на дневном таймфрейме вы показывали что пара движется в этом канале в нижней части канала была возможность на покупку с целью достижения верхней части канала то есть давайте я тоже открою на дневном фрейме вот эту валютную пару строим вот эти линии чтобы было более видно и ясно то есть вот наши линии вот этот наш канал который денис латыпов нарисовал и вот какова была идея отсюда если пара прикоснется к нижней части канала от уровня давайте вспомним этот уровень был 69 40 тогда или половина коррективное движение на 50 процентов предыдущей волны с целью покупки при откате от линии тренда и достижения 30 138 уровня по фибоначчи то есть давайте даже я и здесь тоже нам наложу вот эти уровни фибоначчи просто мне нужно цвет поменять одну секундочку просто сейчас поменял цвет уровней фибоначчи уровни фибоначчи пусть будут черными чтобы они намного виднее были то есть вот какова была идея здесь при первой возможности так при 50 процентовой коррекции соответственно здесь купить если цена продолжится по восходящему тренду по восходящему каналу целью достижения 131 уровня или 138 уровня по фибоначчи это приблизительно было 173 50 при касании верхней части канала конечно мы тогда говорили практически это было две недели назад что нужно достаться до середины прошлой недели когда был опубликован ввп по сша то есть был опубликован ввп по сша и практически как и мы обсуждали большая вероятно что именно цена будет на этом уровне 169 40 будет в конце июля то есть 30 30 31 июля когда будет опубликован ввп если по сша выйдет хороший ввп то тогда скорее всего идея бы оказалась не актуальной потому что здесь смог бы произойти некий прорыв с целью тестирования предыдущей впадины вот что мы обсуждали мы сказали что эта идея актуальна только если ввп по сша будет плохим чтобы здесь не произошел прорыв чтобы цена действительно прикоснулась к этому уровню и отсюда чтобы пошла вверх но ситуация не получилось именно так чтобы ввп был плохим поэтому хорошо что мы это еще тогда обсудили и сказали что нужно дождаться и если именно 30 июля да видите ли как интересно получилось что именно тогда 30 июля перед публикациям по ввп действительно цена добралась до этого уровня до уровня о котором мы здесь говорили просто один к одному и действительно оказалось что ввп вышел хорошим то произошел прорыв не вверх прорыв снизу сверху вниз и практически цена не пошла вверх соответственно сейчас при такой ситуации тут все возможно волатильность может расшириться зависимости от индикаторов по сша практически это идея не смогла усуществиться конечно тут самое главное что и никто не открылся по этой идее потому что ключевое условие было здесь если 30 июля будет плохой ввп по сша он вышел замечательным тот что полностью все трейдеры наверное отказались то есть вот эта идея которую после последнюю идею которая мы получили на нашу почту и все обсуждали давайте вспомним еще другие идеи просто после этого никто ничего не отправлял если честно то есть после этого никаких новых идей я не получал по золоту было практически еще одна идея по канадскому доллару давайте вспомним тоже денис латыпов отправлял нам картинку по золоту торговую идею по золоту давайте мы ее вспомним значит вот какова была ситуация с ценами на золото до этого это тоже было практически в это время там несколько дней 3-4 дня до 30 июля это было скорее всего 24 5 июля возможно с рассмотрения покупку по золото от уровня 1280 с целью 1385 от уровня 1280 если цена прикоснется к этому уровню конечно мы тогда обсуждали что практически это немножечко не реалистично купить по этому уровню и добраться до 1485 то есть мы тогда говорили что да золото скорее всего находится в неком нисходящем тренде здесь может произойти в ближайшее время при касании потом некий маленький откат чтобы цена чуть-чуть развернула снова прыгнула вверх и потом в зависимости от индикаторов по ввп соответственно или по рынку труда либо сформируется некий боковик либо цена пойдет вверх то есть мы тогда обсуждение что это идея немножечко нереалистично в ближайшее время и даже в самом плохом случае мы сказали что если даже выйдет плохой ввп по сша цена максимум может прикоснуться к верхней части вот этого вот этой волны то есть снова протестировать там 1330 это только при плохом ввп наоборот вышел хороший ввп то есть да цена добралась приблизительно до уровня 1280 давайте я целью сейчас открою тогда золото одну секундочку давайте здесь добавим золото символы металлы давайте мы сейчас добавим золото практически дать посмотрим на четыре часовом время до цена вот от этих уровней практически протестировала 1280 и если кто-то открывался по этой идее то была возможность там заработать 10 15 долларов конечно мы еще тогда говорили что глобально золото находится в нисходящем тренде торговать против тренда не стоит поэтому это тоже было одно из ключевых условий из-за которых мы практически отказались вот вот такой идеи чтобы покупать золото при нисходящем тренде как-то немножко достаточно рискованно достаточно опасно соответственно эта идея тоже отпадает если честно по моему мнению просто даже я сомневаюсь что вообще о такой цели уже говорить при хорошем ввп по сша не реалистично соответственно эту идею мы полностью уже похороним как говорится то есть даже для рассмотрения то есть мы тогда говорили что она нелогично против тренда торговать и столько вероятно чтобы не что-то здесь работало и чтобы цена цены пошли не сильно вверх это плохой ввп его практически не было скорее всего нужно искать возможность на продажу лично по моему мнению при неком прыжке воспользоваться ростом так что уважаемые зрители ждем ваших идей еще раз показываю цель нашего обзора нашего семинара чтобы участники отправляли свои идеи вот показываю на почтовый ящик на какой почтовый ящик то есть все курсы обучение все курсы это анализ рынков это не обучающий курс это семинар дискуссия которую мы проводим с участниками в чате соответственно это валютный рынок форекс вопросах и ответах еще раз показываю почтовый ящик либо онлайн альпари рул либо мой личный корпоративный имел то есть отправляете заранее свои идеи до теку а до вечера до поздно вечера идеи которые я получаю соответственно рано утром на следующий день их марс читаю и днем мы рассматриваем вот эти идеи которые отправляют нам участники то есть если вы сегодня мне отправите до вечера завтра ваша идея будет рассмотрена об суд обсуждена всеми участниками вы вспоминаете что наша цель вот этого занятия вот этого семинара было чтобы мы все вместе обсудили идею наших участников чтобы для всех это было полезно чтобы каждый смог озвучить свое мнение каждый смог посмотреть на идеи других участников что-то для себя получить от этого соответственно ждем ваших идей на электронную почту конечно идея которую вы уже рано утром отправить и будут рассмотрены на следующий день то есть один день мы накапливаем вот эти идеи на следующий день рассматриваем думаю что это понятно если это было понятно ставим свои плюсики вот какой регламент нашего семинара практически из последних идей которые мы получали это было по британскому фунту по золоту которое мы обсудили и еще одна была которая я думаю что было именно сейчас вспомним и по канадскому доллару очень хорошая идея была то есть это последние идеи последние такие актуальные торговые возможности которые вы нам отправляя сейчас я найду в своем почтовом ящике вот эту идею по канадскому доллару так вот идея по канадскому доллару открываем вот эту идею и давайте вспомним посмотрим что там было здесь было описано от каких уровней где какие поддержки думаю что все вы помните уважаемые зрители когда мы рассматривали идею которую нам тогда отправил павел давидов цель 1 0 95 1 11 по тейк профиту соответственно мы тогда обсуждали и вообще возможность чтобы был отработан вот этот где у меня пара вот этот предыдущий максимум который был сформирован в конце июля то есть конце вот здесь в середине июля до максимум уже переписан пара пошла вверх так что павел давидов мы тогда рассматривали движение в этом канале цель была от нижней части вот этого канала рассматривать заново возможность на покупку цели достижению уровня 1 0 95 и выше если действительно как мы тогда обсуждали если статистика по сша в это время выходит хороший чтобы пара шла вверх то есть вот какова была идея тогда тестирование уровня 1 0 85 то есть это было где-то в середине июля то есть около 20 21 июля тестирование уровня 1 0 85 потом некое падение формирование некой впадины и отсюда покупать с первой целью 1 0 95 то есть очень хорошо грамотно все было написано при открытии отсюда после вот этого разборота стоп лосс ниже уровня 1 0 65 давайте посмотрим чтобы произошло с этой идеей если мы откроем и даже я с целью открою линейный график то есть здесь у нас поскольку я помню был такой таймфрейм дэйли давайте я снова открою дэйли и посмотрим на вот эту идею практически вот так и произошло отсюда идея предоставляла возможность при второй такой задержке впаде не покупать вот прыжок отсюда покупать и первый тейк профит на уровне 1 0 95 уровень они 0 95 практически был достигнут приблизительно на прошлой неделе так что если кто-то действительно здесь открывался или самое позднее как мы говорили тогда обсуждали что можно отказаться от большого риска дождаться до публикации 30 июля ввп вот именно здесь давайте посмотрим 30 июля когда был опубликован ввп вот здесь и при хорошем ввп уже тогда открываться на покупку действительно вот здесь был опубликован хороший ввп то есть даже если бы и не здесь открывал кто-то открылся дожидая хорошего ввп намного более безрисковое было и понятно что цена пойдет вверх соответственно если кто-то действительно усуществился по той идее я поздравляю вот мы тогда говорили что скорее всего если кто-то торопится и хочет воспользоваться можно брать одну треть общей позиции то есть рискуя перед ключевыми данными то есть рискнуть перед ключевыми данными здесь то есть даже если кто-то отсюда открывался если павел давидов тогда открывался когда мы рассматривали вот эту его идею я поздравляю скорее всего если он тогда взял действительно треть своей позиции это две фигуры в течение одной недели вполне прилично очень хороший заработок если вы здесь чате павел давидов ставьте свой плюсик если транс если даже все идет нормально с трансляцией уважаемые зрители пожалуйста ставьте свои плюсики жду вашей реакции если все нормально с трансляцией ставьте свои плюсики масляков павел ставит свой плюсик так значит хоть понятно что с трансляцией все нормально тогда уважаемые зрители вижу что практически пока мы новых идей не получали просто нас на прошлой неделе этого семинара не было потому что у меня не было тогда возможности его провести к сожалению соответственно еще раз хочу озвучить регламент нашего семинара как я вам уже показал вы отправляете свои идеи свои торговые стратегии на указанный почтовый ящик в течение дня их собираю на следующий день рано утро я их рассматриваю читаю и во время обзора во время дискуссии мы их публикуем показываем и все вместе обсуждаем вот эти идеи чтобы для всех нас это было полезно то есть любую идею из наших участников чтобы она смогла бы быть рассмотренной всеми я бы чтобы смог рассмотреть я тоже смог бы для себя что-то получить некие новые идеи тоже и наши участники вдруг они тоже торгуют по этим парам чтобы и для них было тоже полезно видно и обсуждать соответственно мы потихонечку подходим к концу просто видно что сегодня не было новых идей нет никакой возможности чтобы рассмотреть торговой стратегии участников жду ваших писем жду ваших пожеланий по торговым по основным финансовым инструментом на почтовый ящик и буду рад что если вы завтра тоже подключитесь если до этого отправить идеи чтобы мы их обсудили конечно если у вас возникли некие вопросы то есть даже если вопросы по регламенту вот этой дискуссии пожалуйста пишите в чате если все было понятно то тогда пора прощаться ставим свои плюсики прощаемся и завтра снова встречаемся в 14 часов 15 минут московское время я надеюсь что до следующего обзора я получу хоть несколько идей от участников жду ваших последних жду ваши последние реакции то есть потихонечку мы подходим к концу этого обзора если у вас нет конкретных вопросов именно по регламенту курса по регламенту вот этого занятия или то есть если все понятно ставим свои плюсики и пора прощаться дмитрий хорошо вижу столько не плюски идут надеюсь что хоть с трансляцией все нормально тогда огромное спасибо за ваше ежедневное участие уважаемые зрители за то что вы что более критично хорошие ввп по сша не ухудшение по безработице до 6,2 процента конечно нет сомнений что намного более важен был ввп за второй квартал это предварительные данные ска на первом месте но конечно они были намного намного важнее то есть поэтому подключайтесь к другому обзору именно внутри дневной фундаментальный анализ во время которого мы обсуждаем все вот эти макро статистические индикаторы он на этой неделе отображается с 10 30 до 11 по московскому времени мы об этом ввп говорили давным-давно на протяжении практически 20 дней до публика до его публикации так что вообще нет сомнений что ввп был хорошим очень мощным и он был очень положителен для американского доллара и если честно надеюсь вы смотрели наш обзор по макроиндикатором точнее вы смотрели наш внутри дневной анализ по валютному рынку внутри дневной фундаментальный анализ который был на прошлой неделе в пятницу я его провел во время публикации индикаторов по рынку труда ему посмотрели и сказали что индикаторы достаточно стабильные вот надеюсь большинство участников помню что ключевые компоненты рынка труда выросли это participation рейд да конечно безработица выросла чисто технически на 0 1 процента но надеюсь уважаемые зрители мы еще в пятницу когда рассматривали многие из вас увидели что это было из-за увеличения рабочей силы просто в сша рынок труда развивается продвигается вперед и все больше и больше участников которые раньше не были зарегистрированы на бирже вернулись к рынку труда таким образом рабочая сила выросла и поэтому чисто технически безработица выросла на 0 1 процента а мы сами увидели что количество новых созданных мест увеличивается то есть и индикаторы были достаточно хорошими но единственно надеюсь вы помните когда мы рассматривали таблички 1 а 6 а 16 на статистическом бюро американского сайта по рынку труда мы там единственно увидели что заработная плата не увеличила не увеличилась но зато частичная занятость снизилась за счет постоянной занятости то есть постоянная занятость увеличивается именно те индикаторы о котором говорила джанет елан то есть все потихонечку улучшается и конечно если бы non-farm payrolls или количество новых созданных мест вне аграрного сектора были в соответствии с ожиданием там от 200 300 от 230 к и выше то тогда было бы очень-очень позитивно для доллара а именно из-за того что именно norm farm payrolls вышел чуть чуть ниже это просто замедляет потенциальный рост американского доллара то есть в целом доллар рано или поздно снова начнет крепнуть по отношению к многим валютам то что мы обсудили на прошлой неделе в пятницу единственно да в течение некого краткосрочного периода это будет замедление роста то есть доллар немножечко отдохнет сделает паузу наберет силы потихонечку и потом снова будет расти и как мы еще в пятницу сказали вот эти краткосрочное ослабление по доллару сейчас они предоставляют хорошую возможность для захождение снова по доллару то есть вообще нет сомнений что не только ввп был намного значимее и даже безработицы индикаторы по рынку труда были вполне хорошими очень приличными даже думаю что вы это помните уважаемые зрители просто мы же на прошлой неделе конкретно в пятницу обсуждали во время публикации этих индикаторов в реальном времени все мы рассмотрели тогда хорошо вижу что других вопросов нету тогда прощаемся жду ваших писем ваших торговых идей на наш на электронную почту отправляйте будем рассматривать во время обзора всем хорошего дня прибыльных сделок и удачи с вами был веселим питков высшая школа трейдинга еще раз до новых встреч субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok